Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия с синим цветом, то ли плата, то ли голограмма. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий. Абсолюта. Берем Михаэля в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Михаэля поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. То есть синий дракон, скорее всего. Хорошо, мы приветствуем Михаэля. Интересуемся, готовлю ли он диагностику физки, доверит ли он нам в своей биополе на период сеанса. Да, доверит. Хорошо, посмотри, что там стоит, видимо. Платы. Платы. Хорошо. Скэнер. Просканируй сейчас Михаэля. И вытащи все эти платы, отключи их полностью. Вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами и энергиями. Выведи все это из его биополя. Как это выйдет? Силами его намерения. Это отправляя в клетку тюрьму. Пошел процесс. Две платы. Сердце и третий глаз. Синий дракон. Отправились они в клетку? Да. Я даю команду на счет риска. Скэнер сканирует пространство над головой Михаэля под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует все семь тонких тел Михаэля. Находит все. Значит у него черт, суккуб, синий дракон и арахноид. Какой у нас синий дракон? 867. Синий дракон, у тебя есть контракт на нахождение в этом биополе, на то, что ты свои платы установил в его биополе. Мы играем. Третий глаз нужен для того, чтобы предвидеть ситуацию. Здесь я и помогаю. Кто это мы играем? Я бы называл это контрактом. Хорошо. Потому что это согласованное действие. У тебя есть контракт, Синий. Он просил тебя о помощи, о том, чтобы ты выходил в его биополе. Нам всегда что-то кричит, когда мы играем. Хорошо. Достаю печать дракона, включая, на полную мощность. Мне кажется, дракон, ты не понял, куда ты попал. Выключи, выключи. Выключай печать. Если ты посмеешь мне еще раз так абстрактно отвечать, я тебя накажу так, что тебе мало не покажется уже по-настоящему. У нас соглашение. Хорошо. У тебя есть контракт с ним, да? Да. Обоюдное согласие. Я проверю сегодня этот контракт. И что там стоит, и что там написано обоюдно. И как он был заключен. В каком состоянии он был заключен. Во сне ты предстал с этим контрактом. И что ты ему предложил в этой игре? Я же уже сказала, чтобы играть, нужно третий глаз, чтобы видеть шаг вперед. Понятно. И что ты забирал за этот третий глаз? За шаг вперед? Спокойствие. Энергию баланса и гармонии. То есть агрессия и злость отошла от тебя, да? Это не от меня. Это особый процесс игры, которая возбуждает определенные органы чувств. Здесь же замешаны уши, руки, моторика. И полностью биоробот подключен к эмоциям. И есть желание продвинуться вперед. Это называется раж. Понятно. А желание получить работу, нормальную профессию и пойти работать не было? Было. Но там тоска. Почем? Или о ком? Это там можно сделать завтра. А, в этом плане он говорит, что можно сделать завтра. Понятно. Хорошо, дракон. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я всем буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Рекоманда тонкой копии Михаэля спроецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственная энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Хорошо. Какой у нас черт? 6. 6 Гц. Как ты с 6 Гцами мог вообще войти в это биополе, черт? Это что, он понизил свои вибрации до 6 Гц? Он кричал, он вставал. А я в комнате следил. А потом подбросил свое лосо. То есть ты через лосо его схватил? Понятно. Вот еще раз о крике. Это чистота демонов, бесов, чертей. Это музыка в их ушах. Михаэль, если вы хотите привлечь в свою жизнь таких сущностей, кричите. У вас отлично получается, я смотрю, по количеству присутствующих в этом биополе. 6-герцовый черт. Знаете, что такое 6 Гц? Это когда человек стоит на кладбище ночью. Один. Вот 6 Гц. Чтобы вы понимали приблизительно, на какой частоте вы находитесь. При такой частоте, конечно, и жить не хочется. Радоваться не хочется. Вообще ничего не хочется делать. Как раз вот этот случай мы сейчас имеем перед нами. Сколько черт находился в этом биополе? Черт говорит, что в таком состоянии хочется что-то изменить. Убежать в измененное состояние. Для этого здесь и черт. Сперва я дергаю, потом подсовываю. А что подсовываешь? Что-нибудь для измененного состояния. Понятно. Я полагаю, ты тот черт, который живешь в этом доме, да? Ага. Хорошо. Ты еще подключен к кому-нибудь из этой семьи? Нет, но у меня много. В квартире? В доме, да? В доме. Хорошо. Мы уже разговаривали с Биэсом. Мы сегодня будем и дом чистить, поэтому... На лестнице очень удобный портал. Ну, на лестнице... Воронкой нырнул и спрятался. Я сегодня еще буду собирать весь негатив в квартире. Поделю его между тобой и Биэсом. Когда все... Закроем все порталы. Ты мне их покажешь потом при чистке дома. И сколько ты находился, я забыл спросить? Лассо подкинул 4 месяца назад. Хорошо. 4 месяца назад. А в доме я давно. Понятно. Суккуб, сколько ты находился в этом Биополе? 1 год и 2 месяца. Синий дракон с контрактом, сколько ты находился в этом Биополе? 3,5. И арахнует. Сколько ты находился в этом Биополе? 8 месяцев. 8 месяцев. Кто, кроме черта, еще присутствует в квартире? Арахнует. Дракон оплаты. И у дракона оплаты. Понятно. Все, кроме Суккуба. Хорошо. Реверс закончился? Да. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Михаил забирает все чистые, светлые, божественные энергии. И обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. И усилие потоки в 50 раз. К нему из этих плат и от дракона созидание возвращается. Поэтому не было желания и созидать, и обдумывать. Скажи-ка мне, Синий дракон, поскольку мы уже о компьютере заговорили. Это ваша энергия? Это ваши разработки? О, много разных разработок. В том числе наши. Не скажу, что только наши. Я знаю, там еще присутствуют, безусловно, и другие участники, такие как гуманоиды и ящеры в этом. В этих создании этих игр. Но ты чувствуешь, когда эта игра играется, что это идет на твоей чистоте, правильно? Это не те игры, в которых человек умирает, а потом воскрешает. Воскрешается. И эти тоже. Ну вот эти мы знаем, мы уже встречались, потому что 100% этих игр это космические. Гарантированная подключка. А вот это мне было интересно узнать. Хорошо? Реверс закончился. Отлично. Тогда начинаем с вытаскивания, что осталось. Арахнует. Выходи. Снимай всю свою паутину. Отключайся полностью. Вытаскивай все иголки. Возвращайся назад. Докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проведена. Скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он может сгореть в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай. У него голова, несколько иголок достает. Область шеи тоже. Как воздействовали эти иголки на физическом плане? Что он ощущал? Пока раздражение ощущал, он их потихоньку туда вкручивал. Они еще не сильно вкручены. Но все-таки 8 месяцев он уже должен был что-то ощутить. Но он вкручивал, чтобы энергию коронной чакры питаться. Понятно. Хорошо. В его спальне дракон, ты оставил свои платы? Там, где он спит, в его комнате? Дракон оставил. Арахноид закончил. Хорошо. Дракон, что-нибудь осталось на твоей чистоте еще? Что я не вывел? Нет. Суккуб, выходи, отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Все снял. Хорошо, черт. Скажи мне, есть лярва или затемнение в биополе, Михаэля? Должны быть? На языке. Ух ты, а как там оказалось? Горает и ругается. А, вот как. Слова. Хорошо, ты хочешь получить эту лярву? Затемнение хочу. Затемнение. Хорошо. Выходи сначала, снимай свое лосо, отключайся полностью. Вытаскивай все, что установил в его биополе. На месте доложи мне. Готово. Разрешай тебе забрать все затемнения, которые находятся в его биополе. Приступай и возвращайся назад. Все забрал. Даю команду на рассинхронизацию Михаэля с чертом, суккубом, синим драконом и его платами и арахноидом. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Да, наши слова имеют свою энергию. Михаэль, это я к вам обращаюсь. Как вы видите, все эти ругательства, они все притягивают тех, на чьей чистоте это все находится. Вы взрослый человек, я бы вам рекомендовал отказаться от этих вещей, если вы найдете в себе силы, силу воли. Заканчивается рассинхронизация. Перейдуй команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чистый. Хорошо. Так, у нас там еще один контракт, поэтому мы сейчас переходим к аннулированию контрактов. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Михаэль должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Готов. Я говорю вслухи, его тонкая копия повторяет за мной. Я к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него старые вышли договора, и один он как с синей ленточкой перевязан. Хорошо, я полагаю, синий ленточкой это синий дракон. Он активный, понятно. Хорошо. А старые отработанные? Да, они как засохшие. Хорошо. Михаэль, повторяйте за мной. Право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Энергия есть. У него почему-то через руки она проходит. Ну что, он руками играет? Это одно, и есть еще второе. Он руками может что-то делать. То, что его заинтересует. То есть у него есть талант, работает руками, да? Да. Готово. Который он не использует. Отлично. Хорошо. Так, открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты и договора вместе с фантомами уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Подхожу сейчас к Михаэлю и помогаю моей энергии отстегнуть ему все каналы. На счет 3, 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Все отлетели? Да. Открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо, черт, хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Тогда расскажешь мне о тех, что является первой причиной, из чего все вытекает. Я буду перечислять частоты, ты их услышишь сейчас. Выходит эмоциональный фантом Михаэля, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкое абрационное эмоциональное энергии. Все это низкое абрационное им дезгенерированное проецируется на его эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Ну, резкость, резкие эмоции такие выше, темные. Хорошо. Мечтая, эти все энергии вы сами сгенерировали, здесь вам никто не мешал. Вы готовы с ними расстаться? Да, готов. Сворачивайте энергии в шар. Черт забираешь? Да, давай. Отправляй черту. Слушаю тебя. Страх здесь есть, зона комфорта. А еще делает назло. Не себе в добро, а кому-то назло. О, это уже серьезно. Что мы посылаем, то мы и получаем. Нет, если он что-то делает для себя, то делает это не из своего желания и осознанности, а кому-то назло. Хотите, но сделаю. Желания нет. Отсюда идет негатив, резкость. Все понятно. Хорошо. Еще что-нибудь есть или это основное? Страх есть. Хорошо. А страх какой? Выйти из зоны комфорта. Выйти из зоны комфорта. Понятно. Хорошо. Но если не выйти из зоны комфорта, жизнь очень быстро проходит мимо тебя. Ну что ж, человек взрослый, я думаю, сам должен понимать, что он делает. Сейчас я буду отправлять арахноида, синего дракона и черта в дом. Открой два портала. Вы соберете все, что вы там оставили за это время. Я приду, проверю и отправлю вас каждого на свою чистоту. Первый раз. Все понятно? Да. Хорошо, сначала начнем с Сукуба. Сукуб, ты готова уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Сукуба. 1, 2, 3. Сукуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И открывается два портала в дом Михаэля. 1, 2, 3. В один портал уходит черт. Во второй портал уходит синий дракон и арахноид. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Хорошо. Клетка у нас пустая. Да. Поехали по частотам. Манифест. Я говорю в слухе, вот он как копия повторяет за мной. Сила моего намерения, да, будет так. А так и есть. Прочитал он? Он повторил за тобой. Сила намерения ему неизвестна. Неизвестна. Сила намерения неизвестна. Это? У него уныние какое-то внутри. Откуда это уныние у вас, Михаэль? Как будто его заставляли всю жизнь что-то делать. И у него накапливалось это уныние. И именно поэтому он сейчас делает назло кому-то, а не для себя. Хорошо. В этом случае эта чистка будет бессмысленна, недолгосрочна. Если у вас нет намерения взять ответственность за свою жизнь в свои руки, соответственно, у вас нет защиты. Вот что я вам хотел сказать. Идем дальше. Переходим к закачке энергии подъема вибраций. Посмотри, сколько энергии нужно Михаэлю и какая частота вибраций. 270, 24. Чего ж так мало? 270 в таком возрасте. Хорошо. На щитрю макушку головы Михаэля начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 270% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибраций поднимается до 24 герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. На щитрю запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Душа неосознанно, она ничего не покажет. Она пытается. Готово. Она пытается, я имела в виду, она пытается разжечь его изнутри, заинтересовать, чтобы он понимал, что такое вибрации, как заполняться энергиями, куда идут эти энергии, где центры. Вот это пыталось ему тоже разжечь изнутри. Так, если нет намерения. Это будет зависеть от него дальше. Меркало готово. Хорошо, если нет намерения, это все. Хорошо, мы закончили вашу чистку, Мишаэль. Все вы услышали в этом сеансе. Свои проблемы, то, над чем надо работать. Ну, я так вижу, самая большая проблема, это страх выйти из зоны своего комфорта и страх взять ответственность за свою жизнь, свои руки, за свою судьбу. Работайте над этими вещами. Я надеюсь, вы понимаете, что у вас есть душа и ей надо развиваться. И душу меньше всего интересуют компьютерные игры. Выбор, выводы делать вам, вы взрослый человек, мы со своей стороны только можем указать на эти проблемы. Если вы с ними справитесь, ни одна сущность вас не зайдет. Если вы это проигнорируете и будете вести себя, свою жизнь точно так, как вы до этого вели, это почти стопроцентный вариант, что рано или поздно вы опять получите какой-нибудь паразит в своем биополе. Если вы этого не хотите, работайте. Хорошо, Вера. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Мичаэля в его систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаясь от объекта.